...по двум векторам. Вот, неизвестное в неизвестном. То есть мы берем и изучаем какую-то технику, которую мы вообще не изучали до того. Например, вам сказали, о, есть такая магия разведчиков. Вы пытаетесь там определенными техниками тыкаться в восприятие других миров. Или вам сказали, есть мир духов, который вы до того никогда не чувствовали. И вы, значит, в этом мире духов начинаете чувствовать новое. Другой вариант, ваше внимание направляют на уже известные, то есть какие-то аспекты. Но вы теперь видите там другое за счет появления новых качеств. Некоторые темы такие, они по сути неисчерпаемы. И чем больше вы развиваетесь, тем больше вы способны видеть в них новых аспектов. Одной из таких тем является тема чакры. Вот, значит, как начинающий чувствует чакру на базовом уровне? Что чувствует начинающий на базовом уровне, когда ему только говорят, типа, Вася, есть такие штуки чакры, давай их почувствуем. Что он чувствует обычно? Где-то, где проекция тела, проекция чакры, чувствует там тепло или вибрацию. То есть обычно тепло, вибрацию, там тепло, холод, вот что-нибудь такое. Да, значит, и, соответственно, вот, то есть обычно там что-то есть, нет, какие-то ощущения. Вот. Что, то есть он начинает чувствовать дальше, на следующем этапе. На следующем этапе, то есть практик ткнулся сознанием вот уже в эту зону, он чувствует, что то, что он чувствовал раньше, как некоторое пятнышко тепла, значит, что там появляются какие-то дополнительные ощущения, возникает некоторое пространство. Вот именно свое пространство, этого пространства можно выделять разные участки. Ну, как планета Земля, то есть да, она там разная на полюсах, там другая на экваторе, так и чакра будет ощущаться по-разному, в зависимости от того, на каких, ну, на каких проекциях, то есть вот чакры, то есть на каких, как бы, зонах вот этой внутренней, внутреннего пространства вы будете концентрироваться. Да, появляются все новые и новые ощущения. Потом человек концентрируется на чакрах и тестирует их в процессе работы. Например, одна чакра там реагирует на эмоции типа А, другая на эмоции типа Б. Тогда он чувствует, что в чакре возникают разные виды энергии, да, что в чакре возникают разные вибрации. Он чувствует, как бы, что они там по-разному функционируют. И, как бы, количество этих ощущений, оно все увеличивается и увеличивается. В чем некоторая сложность? Что человеку иногда нельзя, пока у него не развита чувствительность, то есть дать все ощущения. То есть его можно заставить сидеть год и тыкаться только в эту чакру. Если его чувствительность не готова, нет смысла. Он почувствовал там тепло, что-то научился, чувствуется, вот уже хорошо. Значит, проблема, когда человек, конечно, чувствует только тепло, она в том, что тут себя очень легко обмануть. Тепло человек может почувствовать везде, где он направит внимание. Пульсацию человек может почувствовать везде, где он направит внимание. Соответственно, то, что вы где-то почувствовали тепло и пульсацию, это еще не значит. То есть это еще не значит, что вы попали в чакру. Большое количество людей, представляя себе в каком-то месте шарик, чувствуя тепло и активность, думали, что попали в чакру. Но совершенно не обязательно, что попадали они именно туда. И вот только потом, когда человек начинает чувствовать все больше, он чувствует, что эти зоны как-то откликаются на внимание. Нет, попали просто не в чакру, а в свою мыслеформу чакры или в какие-то колебания физического или эфирного тела, вызванные концентрацией внимания. Да, не промахнулись. И вот уже на следующих этапах человек начинает чувствовать чакру. Системы связей этой чакры, связи чакры с органами, различные качества энергии, входящие в нее каналы, то есть ее там многие свойства. Он постепенно учится ими пользоваться. И тогда с помощью использования чакр он начинает приобретать какие-то дополнительные способности. То, что называется ситхи-чакра. Но обычно, то есть, ну, вот эти ситхи-чакр, они на каких-то этапах, ну, не то чтобы очень велики. И, конечно, то есть мы говорим, да, то есть чакра очень полезная вещь, там, как же без них, то есть там человек, у которого там нет чакр, это как не значит, что у тебя есть руки и ноги. Но когда вы читаете древние трактаты, то там речь идет о совершенно другом. То есть там овладение ситхами каждой чакры обещает там человеку какого-то удивительных достижений, какого-то удивительного могущества, удивительных переживаний, то есть какого-то выхода за грани. И обычно, то есть вот тот уровень ситх, который обещает, значит, высшая работа с чатрой в трактатах, ну, то есть большинство от них наносятся, находятся очень далеко. Причем не только большинство начинающих практиков, но и большинство продвинутых. И как вы думаете, почему? Откуда же эти души, ситхи, чакры берутся? Откуда же эта продолжительная упорная практика приводит к тому, что какая-то сверхспособность открывается? Что же такое сверхспособность чакры? В чем их суть? Возникают на более высоких ветках спирали. Хорошо. В точке зрения древних новичек. Да, все в принципе верно. Но в чем идея сверхспособности чакры? Почему как бы у чакры есть сверхспособности? Вот у вас есть кишечник, да, то есть орган такой полезный. Есть ли у вас там сверхспособности кишечника? Работает себе и работает, да? Никто не говорит, давайте включим сверхспособности кишечника, хотя есть люди, которые велосипеды следают. Или там сверхспособности сердца. В норме какие у вас могут быть сверхспособности сердца? Работало бы только хорошо, да? А что такое, например, сверхспособность мышц? Вот и вот есть мышца, и она функционирует в каком-то обычном режиме. А когда мы будем говорить, что у вас в мышце появилась там сверхспособность, если мышца делает что? Не просто к олимпийцам. Смотрите. Использует ли ваша мышца весь максимальный резерв силы, который в нее заложен в нормальных состояниях? Использует ли она весь резерв силы? Нет. Что мешает ей использовать весь резерв силы? То есть в чем? Например, болевое торможение. Что когда мышца пытается сжаться выше чего-то, включаются там болевые рецепты. Или что какое-то количество нейромедиаторов не выделяется в нужных количествах. Поэтому есть там бывает допинг, который позволяет усилить мышечное сокращение. У человека в состоянии эпилептического припадка, то есть мышца может так сжаться, что сломать собственную козу. Или там, не помню, может ли это быть при электрошоке, но вот какие-то такие вещи бывают. Если у человека снять торможение с мышечного сокращения, дать в некоторые условия, то мышца человека может сократиться в несколько раз, ну, там, минимум вдвое сильнее, чем обычно. То есть человек, который, например, научился отключать какое-то ограничение или включать механизм какой-то другой, можно сказать, что приобрел некоторую, да, то есть там с точки зрения мышцы сверхспособность. Так вот, когда вы начинаете усиленно работать с чакрами, то есть когда вы в нее тыкаетесь, то есть когда через чакру начинает проходить больше энергии, когда вы начинаете ее упражнять, то в чакре начинают включаться зоны, не используемые часто раньше. Что такое включаться зоны, не используемые часто раньше? То есть вот любой человек, который знаком с какой-нибудь генетикой или программированием, знает, что иногда, то есть когда вы ткнулись в какую-то функцию, когда вы куда-то там дали, не знаю, питание, энергию, там, включили какую-то деятельность, то есть у вас начинают распаковываться дополнительные участки, будь то генетического кода или будь то каких-то компьютерных программ. И то есть какие-то качества, которые до того были латентными, то есть они начинают разворачиваться, распаковываться, проявляться заново. И, ну, например, да, то есть если мы говорим про распаковку компьютерной программы, то вам надо место, куда оно должно распаковаться. Да, то есть если мы говорим про, значит, распаковку каких-то элементов, значит, там, ДНК, да, то есть опять же, там сказать, для того, чтобы распаковать ДНК, то есть чтобы ДНК там переписалась в РНК, там нужна энергия. И поэтому во всех случаях, то есть когда вы начинаете через чакру давать энергию, то вы способствуете тому, что в чакре начинает включаться зона, или будем говорить, сформироваться, но на основе некоторого кода, формироваться зоны ранее не задействованы. Можно сказать, что в чакре начинают формироваться, включаться дополнительные функции. При этом, чтобы функции формировались, нужно выполнить какое-то количество условий. В чакре, значит, то есть и должны проходить какое-то количество энергии. Этих энергий должно быть много, но дело не только в количестве, то есть должно быть еще определенное качество энергии, которые проходят через чакру, чтобы в чакре начали включаться и формироваться некоторые дополнительные функции. Это понятно? То есть перед тем, кто работает с чакрой, стоит следующая задача. Почувствовать чакру, научиться хорошо управлять теми функциями, которые уже в чакре доступны, и научиться включать функции новые, которые пока не работали. Вот что же намекает на эти новые функции и откуда они иногда берутся. Если вы посмотрите трактаты, традиционные по чакрам, то примерно в мировой традиции то есть чакры начинают быть описаны где-то, по-моему, с 13 века. То есть достигая детального описания где-то к 17, то есть наиболее детальные и понятные описания появляются на грани 20 века, когда их стали описывать уже, продавать европейцы. Большая часть трактатов по чакрам с количеством написанков, звуками, картинками, чтобы чакр было именно 7, а не другое количество, это позднее описание. Большая часть таких описаний базируется на трактате Шад Чакра Нерупана. Я не очень помню, по-моему, относятся к Школе Шревидия. Могу ошибаться. Да, Шад Чакра Нерупана, разъяснение шести чакр, поскольку Сахасрару они не считали чакрой, считали чем-то другим, чем-то больше. И вот, значит, когда чакры начинают описывать ранние практики, они описывают их как диски или скорее как некоторые обиталища богов. То есть, когда человеку предлагали работать чакрой, а индийская традиция равно использована в телецкой визуализации, ему предлагалось созерцать чакру как вместилище некоторого божества. И как вы вот это все понимаете? Что такое созерцать чакру как вместилище божества? Относиться как к чему-то ценному и важному. Понятно. Можно было просто написать. Относитесь как к чему-то ценному и важному. Зачем было бы рисовать всех этих божеств, описывать такие, не описывать там, в общем. То есть, знаете, есть термин богатый внутренний мир. Вот когда, значит... Сейчас я вам сброшу картинку, чтобы вы поняли, о чем идет речь. А пока продолжайте... Продолжайте как бы писать ваши версии. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такую картинку Муладхара Чакру. Открывает, да? И если вы открыли эти картинки, то вы видите, что это как раз то, что называется в современном языке «богатый внутренний мир». У вас есть там чакра, и в ней какие-то там существа обитают. Все красиво и богато, да? Значит, обратите внимание, что там в каждом чакре изображены какие-то мужские боги, какие-то женские божества и какие-то зверушки. Так вот, что такое божество? Божество – это функция, это персонификация качеств. И можно сказать, что божество – это системная команда. Понятно, да? Что такое системная команда? То есть вы можете рассматривать, значит, любую вещь, то есть на разном уровне. Допустим, вы рассматриваете нож. Вы можете рассматривать нож на физическом плане, да? То есть это будет металл там с какой-то там формы, с приделанной ручки какой-то формы. Вы можете рассматривать его на уровне, не знаю, кристаллической решетки. Но вы можете рассматривать нож, как воплощение некоторой функции что-нибудь разрезать. А воплощение там функции что-нибудь разрезать – это как бы некоторая возможность разделять целое на части, прилагая к этому энергию, да? Способность, разрушая энергетические связи, разделять целое на части. То есть можно сказать, что нож – это воплощенная функция разделения. Есть? Согласны? Или можно видеть нитку, то есть как физический объект. Можно там сказать, что нитка бывает там множество форм, как и нож бывает множество форм. Вот. Но как бы можно сказать, что нитка – это воплощенная функция объединения. И любой человек, который изучал ТРИЗ, знает, что нам нужны не вещи, а функции вещей. Вещь – это наша расплата за то, что мы пользуемся функцией. То есть вам, например, не нужны мобильники, вам нужна функция коммуникации на расстоянии. То, что приходится таскать с собой эту штуку и подзаряжать, материальное воплощение мобильника – это расплата за обладание его функций. Есть? Значит, и так. Двигаемся дальше. Соответственно, вы можете воспринимать объект на разных уровнях. Вы можете воспринять физический объект. Это то, как видят люди. Это будет мир, скажем, вангут. Если вы уйдете в ЕСОТ, то вы будете воспринимать уже не просто, допустим, нож, а схемы ножа, множество различных видов ножей. Если вы как бы перейдете в ТИФЕРЭТ, это будет идеальный канон ножа. Но если вы пойдете выше, то это будет сам смысл ножа, обеществленная функция и принцип, который за ним стоит. То же самое. То, что мы воспринимаем как чакру, можно воспринимать на уровне нижнем, как просто какой-то набор энергетики. Можно воспринимать, то есть как энергетику, связанную с функцией. И можно воспринимать, что любая ваша чакра – это часть большой системной команды. То есть, что вы часть мироздания, а ваши чакры – это некоторое проявление системных команд. И в ваших чакрах проявлены системные силы. Тот, кто получает возможность дотянуться до вот этих системных сил, получает возможность раскрыть именно некоторые сверхспособности чакры на качестве на другом уровне, чем человек, который просто там в эту чакрку тыквится вниманием. Приведу пример. Допустим, у вас есть какой-нибудь муравейник. То есть, у вас есть какие-нибудь муравьи рабочие, да, то есть есть какие-нибудь там муравьи, которых вы могли назвать воинами, ну, в зависимости от типажа. Так вот, на уровне физического тела вы видите конкретного муравья, но на уровне, как бы, муравейника вы видите просто проявление команды защитить, добыть, поймать. Понятно, да, то есть то, что воспринимается так, как муравей, это проявление некоторой обеществленной функции. Или возьмем иммунитет в теле человека, да, у вас может быть конкретный там какой-нибудь там лейкоцит или лимфоцит, который кого-то убивает. Но, то есть конкретные лейкоциты и лимфоциты – это способ поддержать расстояние, то есть уничтожать неправильное изнутри и снаружи, да, то есть это, как бы, часть некоторой функции защиты, да, поддержания. Поэтому можно пытаться работать там на уровне, там, энергии, на уровне клеток, можно попытаться выйти на уровень некоторой изначальной функции, которая там есть, почувствовать, что каждая чакра – это проявление некоторой мировой системной команды. Понятно ли это? Мировые системные команды, они проходят не обязательно на физических частотах. И мировые системные команды, они достаточно интересным способом, значит, озвучены, например, в различных священных текстах. То есть какую первую мировую команду в Библии отдает божество там сотворенному мирозданию? Живому сотворенному мирозданию. Плодитесь и размножайтесь, да, на иврите и проуру. То есть плодитесь и размножайтесь. Поэтому, если мы с вами вот откроем верхнюю картинку, а я просто как раз начинаю вот этот некоторый курс вот с Ватхистани и Маникуре, поэтому хотел немножко рассказать, вот чем мы будем заниматься там и в чем будет отличие этого курса немножко от предыдущего. Значит, если вы открываете картину, да, то есть то вы видите, что здесь изображен там шестилепестковый локтус, здесь изображена там фигура, вот сейчас тут как-то куда-то у меня задевалась в большем разрешении. То есть, значит, там как бы сидит персонаж, сидит как бы Вишну, то есть бог поддерживающий мир там со своими атрибутами, да, и как бы сидит, значит, некая там Дана с тремя ликами. Вот, значит, и внизу как бы крокодил, намекающий, да, то есть на водные глубины. И мы говорим о том, что Вишну, крокодил, то есть вот точно так же, как когда вы рассматриваете, значит, предыдущую, скажем, янтру Муладхара, вы там увидите, что Индра едет на слоне. То есть практически всегда, то есть в чакрах достаточно интересно описано в их классическом символизме следующие штуки. Есть некоторый программный принцип, божественная сила, которая отвечает как бы за принцип, является информационной составляющей команды. Это то, что называется мужская сторона, изображается мужской частью божества. То есть есть женский принцип, то есть активная энергия, то есть то, что называется шахт, да, то есть как эта команда, с помощью каких энергий, с каких активных проявлений, то есть с чем она связана. Есть некоторый носитель, вот что с этим связано, да, то есть если чакра является некоторым высшим ментальным проявлением, то носители означают энергии, силы, больше энергетически животные, уровень телесный, который проявлен в теле человека, в качествах его энергетики, сознания. То есть крокодил символизирует силы воды, ну и как бы какие-то качества, то есть поведение крокодила может быть связано с качествами свадхистана чакры. И вот посмотрите, в свадхистана чакре на каком-то уровне заложена мировая команда плодиться и размножаться, и тем самым как бы поддерживать благосостояние вида. А различные атрибуты этих божеств там показывают, что это связано, да, то есть там есть луна, что это вещи связаны с циклами луны, что оно связано с водой, что оно связано с самим принципом наслаждения. И если человек плодится и размножаться, или пытается перестать плодиться и размножаться, он начинает чувствовать, что в нем начинает работать какая-то энергия. То есть он может не просто там пользоваться, то есть уже проявлением свадхистана чакры, но он может ощутить свадхистана чакру как проявление некой мировой силы, то есть которая присутствует во всех, без исключения о людях, и не только людях, то есть там во всем живом. И если человек смог ощутить эту силу в себе, то он может ощутить эту силу и в мире. Мы, например, взаимодействуем с этой силой в сифератической магии, когда работаем с бафоментом. То есть бафомент изображается как, то есть тоже это некоторая сила, которая приказывает плодиться и размножаться. И любой человек, который себе говорит, если у него нет тяжелых нарушений, я перестану плодиться и размножаться навсегда, то есть он чувствует внутреннее сопротивление. Согласны? Большинство из вас, если просто думают о том, что навсегда отказаться от секса, то вы чувствуете некоторое внутреннее сопротивление. Так? Ну хорошо, есть честные люди. Еще какое? Так вот, это внутреннее сопротивление. Вы же не выбирали сопротивляться. Это же не ваш выбор, что буду я сопротивляться как бы идеям, значит, отказа от, скажем, наслаждений или наоборот радоваться, когда эти идеи возникнут. Это структура, как часть вашего ментала, как его программирование, оно в вас вложено, мы называем это инстинктом. Или как то, что я буду пытаться выжить, оно в вас вложено. То, что в вас вложено, это системный компонент. Но когда мы говорим инстинкт, мы обычно на физическом уровне наблюдаем только поведение. Когда же мы начинаем заниматься магическими практиками, вы можете увидеть то, что называют людьми, как некоторую силу. И что самое интересное, вы можете почувствовать, что источник этой силы, он не совсем в вас, что есть как бы часть этой силы в вас, но часть этой силы приходит извне, как бы из сознания планеты. Поэтому, поскольку эта сила большая и соединяет вас с некоторой системной командой, значит, то за этой командой стоит очень большой ресурс энергии. Если вы можете выйти на уровень самой команды, то вы получаете возможность включить в чакры некоторые зоны, которые обычно не включены, или управлять как бы самыми глубинными структурами, которые в вас прошиты, как в человеческой манаде, как бы на уровне тела. Понятно ли это? Значит, есть разные уровни работы. Уровень работы просто с энергетикой чакры, научились ее чувствовать. Уровень работы с перераспределением ее энергии. Уровень работы с ее разными активностями. И уровень работы с тем, что мы называем божества чакры. На это как бы выйти сложно. Я раньше эти вещи давал, но давал как бы мало. А эти силы, как бы, то есть, они именно внешние. Можно научиться работать с ними. За счет этого можно включать какие-то зоны, ну, намного более эффективно. Значит, соответственно, и человек, который способен с этими влияниями работать или их преодолеть, он получал совершенно другие возможности. Но об этом я поговорю чуть-чуть дальше. То есть, по сути, можно сказать, с точки зрения... Когда мы с вами смотрим на дерево сиферот, оно обычно что описывает больше? Эволюцию или инволюцию? На самом деле, больше инволюции. Оно больше идет, как мир воплощается от божественного творения, то есть, идет сюда. Поэтому инволюция – это естественный процесс, что мир творится и как бы идет сюда. Когда вы пытаетесь восходить как бы к сифирам, то вы двигаетесь некоторым образом против естественного процесса, поэтому на эволюцию вы затрачиваете силы. То есть, большая часть все-таки арканов, то есть, это направления, которые идут сверху вниз. То есть, естественное направление движения в аркане, это обычно... То есть, понятно, что в системе существуют две... Всегда есть две стороны связи, но гораздо проще ловить те связи, которые идут вниз, а не те, которые идут вверх. Так вот, то есть, я уже сказал, да, что дерево сифирот – это инволюция. И можно сказать, что когда дух появляется здесь, система накладывает на дух, то есть, что должна система сделать, чтобы часть себя отделить в виде конкретной монады и вложить в нее возможность совершенствоваться и познавать. То есть, мы от некого многомерного существа отделяем многомерную часть и накладываем на нее какие-то временные ограничения, чтобы было интересно играть. То есть, в какой-то степени отделение от мирового сознания к индивидуальному сознанию и эволюции этого индивидуального сознания мистиками древности описывалось как некоторая игра. Ну и будем говорить, что в рамках современной компьютерной игры, если вы играете по кругу, на вас как бы накладывается целый ряд ограничений. Вы там можете ходить только каким-то способом, да, там не можете куда-то посмотреть, то есть, не можете делать каких-то вещей, то есть, на вас накладываются ограничения. Так вот, на мировой дух, то есть, мировой дух, можно сказать, накладывает на свою часть какое-то количество ограничений. Базовые заклинания. И вот это базовое заклинание на тонком плане, как функция, на физическом, на потом уровнях там астральной эфирной энергетики становится чакрой. То есть, например, заклинание, значит, там, муладхары, это заклинание такое, закрепись в одной точке физического пространства, то есть, времени, будь привязан к нему, поддерживай любой ценой свое закрепление, да, и как бы твори, как бы, свое воплощение, вот это физическое тело. Это некоторые заклинания, хотя там вложены еще, да, и обладай ресурсом на эволюцию, вот мы тебе его выдаем, если сможешь им воспользоваться, да, так называемая сила кундали, да. А сила, значит, там, с Ватхистана, заклинание с Ватхистана следующее, да, то есть, ищи наслаждений, двигайся в сторону того, что приятно, значит, и, то есть, в частности, как бы, размножайся, создавай базу для того, чтобы, как бы, новые, то есть, монады могли воплощаться, да, то есть, это, опять же, некоторые ограничения. Есть некоторые ограничения, то есть, вот, заклинание манипуры, которое, опять же, можно рассмотреть, как команду, накладываемую, вот, на дух, на монаду индивидуальную, и, например, частью этой команды будет стремись обладать, стремись обладать, стремись к власти над, там, территорией, объектом, да, то есть, стремись обладать, и, как бы, на манипуре будут команды обладания и иерархии, ну, и так далее. Поэтому, то есть, на каком-то этапе работающие с чакрами переходят к уровню восприятия того, что в них заложено, как бы, да, то есть, именно некоторых чакр, как первокоманд системы. Зачем я вам это рассказываю? Когда вы начинаете рассматривать чакру на вот этом уровне и стараться дотянуться, ситхи чакры, ее сверхспособность, ее новые качества проявляются, не в пример, мощнее, чем до того. То есть, о каких-то этих вещах не было смысла говорить, там, не знаю, там, четыре года назад просто подготовки большинства, на этого бы не хватило. Есть все со мной? С рунами это никак не связано. Как это, при чем тут? Ну, нет, как-то, может быть, все связано и с рунами, но при чем тут руны? То есть, если рассмотреть руны как первокоманды, можно связать, так сказать, и руну, да, то есть, и с рунами, но вообще, как бы, связи с рунами здесь базовой нет. И вот, смотрите, то есть, ну, то есть, я буду сейчас, там, сказать, там, да, вести, там, сказать, очередной курс, мы в этот раз, там, делаем курсы немножко другие. То есть, мы провели курс сразу по 10 занятий по Муладхаре, значит, как некоторой базе, с которой начинается развитие, как некоторого способа управления своим выживанием, и, как бы, те, кто были на курсе, знали, что я сейчас давал аспект вот контакта с божествами внутри Муладхары. Потом мы будем работать, там, сказать, с эфирным и нижним астральным телом. Вот, и это будет работать со Сватхистаной и Манипурой, потом будем переходить к углубленной работе с Анахатой, и потом будем, пойдем одним блоком работать с ментальным телом и ее чакрами. Ну, как бы, надеюсь, примерно план такой. Так вот, значит, у каждой чакры есть какой-то набор, там, сверхспособностей. Ну, скажем, Сватхистана, то есть, дает нам какие способности? Дает нам способности управлять эфирной энергией, да, преобразовывать эфирную энергию, скажем, внешнюю во внутреннюю, дает нам возможность постоянно вырабатывать эфирную энергию, дает нам возможность некого запаса постоянного энергии, который можно преобразовывать потом на нужды развития сознания, дает нам возможность управлять сексуальностью, ощущать зоны, которыми мы цепляем сексуальных партнеров, которые нас цепляют сексуальные партнеры, дает нам возможность осознавать всю систему связей, да, то есть сексуальных, дает нам возможность, как бы, гармонизировать сексуальность и управлять, там, ночеполовой системой, базово-круговоротом жидкости в организме, Вот. Ну, это как бы так, на базовом уровне, да? То есть манипура дает нам как бы возможности уже больше, манипура дает нам возможности углоднять астральное тело, усиливать волю, управлять самими аспектами обладания и связи, управлять режимами воли и гнева, подчинения, так сказать, и командования положительными, отрицательными эмоциями, там, манипура. Дает нам возможность активно действовать на астральном плане, дает нам возможность как бы управлять связями с родственниками, то есть в том числе, например, с помощью манипуры, понимая и искусственно повышая или понижая свою иерархию и рода, так чтобы все чувствовали, что вы тут самые главные или наоборот самые неглавные и наконец-то от вас отстали. Вот. И, как бы, естественно, каждая чакра дает возможность работать с сихирами, проходящими на уровне этой чакры, и наоборот, да, и с арканами, которые с ней связаны. Но на более высоких уровнях мы можем переходить и к некоторым сверхспособностям чакры, значит, а сверхспособности, скажем, Сватхистана, это не только, да, там, бесконечная сексуальность, вот, хотя это, ну, способность, в принципе, несложная, вот, ну, или, там, бесконечная, сильно продвинутая, вот, но, как бы, это мелочи. И, хотя даже такие мелочи радуют многих, то есть, но нас интересует некоторый шаг за гранью. Некоторый шаг за гранью, вот, он происходит через то, что мы можем ощущать вложенные в нас некоторые первокоманды. И от вложенных в нас первокоманды я хочу перейти, значит, к некоторому направлению своих исследований и рассказать, как это связано вообще с самой магической эволюцией. Значит, смотрите, я понимаю магию как свободы. Значит, человек вообще живет в мире, где его «я могу» ограничено. И чем больше человек развивается, тем больше развивается его «я могу». Согласны? Вот. Если ваше «я могу» развивается во всех областях, вот, то вы не только развиваете «я могу» в сфере действия, я могу делать то-то и то-то, но это и «я могу» в сфере чувств, я могу чувствовать вот такие-то и такие-то все больше чувств, например, тех, которые я хочу. Я могу познавать то, что я хочу. И тогда у вас с это развитие «я могу» увеличивает не только вашу способность что-то делать, но и увеличивает вместе с этим количество радости и смысла в вашей жизни. То есть обычно увеличение могущества, радости и смысла говорит нам о том, что, значит, у вас развитие правильное. Некоторым критерием, то есть такого развития, да, будет то, что у вас, по крайней мере, ухудшается чувство юмора, вот, по мере продвижения. Так вот, человек вначале очень ограничен, по мере развития общества ограничений становится все меньше, но любые техногенные пути связаны с теми ограничениями, что вы можете воздействовать на мир и на материю только через орудие. То есть вам нужна материя, посредник. Когда же вы, как бы, начинаете заниматься магией, у вас появляется возможность воздействовать на мир напрямую сознанием. Да, то есть вы, как бы, ваше сознание само непосредственно начинает осуществлять функции. И в этот момент вы обретаете другие степени свободы с точки зрения действий. Но, другой, значит, часть, как бы, в магии, что, чем отличается магия, как будет развитие от магии, как просто утилитарного наработки энспособностей, что магия развивает в нас осознание. И она развивает в нас возможность контролировать силы или управлять силами, которые, в принципе, нас создают, нас выстраивают, определяют наше сознание. То есть на каком-то этапе мы об этих силах можем узнавать. И, значит, когда мы об этих силах узнаем, мы можем с этими силами что-то делать. На каком-то этапе, то есть магическое развитие ведет вас через этап человека. Дальше. Если для общества, для всех философов, да, то есть обычно задача была, как создать некоторого идеального человека, то идея магии как пути развития, как создать из человека что-то большее, чем человека. И, например, в различных мистических учениях, там, эсихазм, суфизм, каббала, это как создать из человека бога-человека. То есть развить в нем некоторый высший потенциал. Собственно, нитшианская идея сверхчеловека, она идет оттуда же. То есть в какой-то степени вся магия, то есть рождается из некоторой мечты, стремлений к свободе и возможности быть чем-то большим, чем просто человеком. Теперь, когда человек стремится быть чем-то большим, чем просто человеком, он часто получает бонусы хотя бы на уровне человека. Потому что, чтобы получить хоть какие-то бонусы, часто надо стремиться выше. То есть обычно, чтобы перепрыгнуть через планку, надо целиться выше него. Понятно, да? И вот на каком-то этапе, двигающиеся по пути магии, сталкиваются с тем, что им не просто мало того, что предлагает культура. Что им становится мало быть просто людьми. Что они чувствуют, что сам человеческий разум, сама структура ментала, сама структура эмоций, она очень автоматизирована. Что вы являетесь набором и продуктов, программ, которых вы не выбирали. И вы начинаете чувствовать, что есть я как свободный дух. И есть там просто какие-то программы тела, то есть еще какие-то воздействия, которые не обязательно я, которые я не обязательно выбрал. И вы начинаете думать о том, как же шагнуть за эту грани. Собственно, вот в работе с чакрами часть шагов за эти грани прописана. Например, в Муладхаре прописана такая вещь, как инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения – это довольно любопытная штука. Если на базовом уровне инстинкт самосохранения, представьте себе у человека, убрать, то у человека разваливается обычно в норме вся система мышления. Почему? То есть система мышления, вишухи, это построение алгоритмов. Но это не просто построение алгоритмов. То есть человек должен сохранять такой параметр, как адекватность. Что такое адекватность? Какая нижняя граница адекватности? Как проставить границу адекватности? Какое ограниченное условие будет для адекватности? КОНЕЦ Да, Леонард прав. Изначальный принцип адекватности – это то, что ваше будущее я выживает. Принцип самосохранения – это то, что вы прогнозируете действия, которые могут повредить будущему я, или как бы спасти будущее я. Будущее, которое выйдет через секунду, через две, через год. То есть, да, в принципе адекватности граничные условия обычно не навреди себе. Принцип самосохранения является принципом границы и построения адекватных алгоритмов. Вот, теперь смотрите. Допустим, вы хотите двинуться куда-нибудь дальше, чем обычный человек. Как отличаются люди разных степеней эволюции внутри социума? Чем лучше человек управляет базовыми биологическими драйвами, базовыми прошивками сознания, тем обычно мы говорим, что этот человек развитие и тем, как бы у него часто больше бонусов. То есть, человек, который способен поставить под контроль даже базово страх смерти и выживания, как мы его в обществе называем, ну, смелый человек достижения касты воинов, так? И чем лучше человек умеет контролироваться, значит, этот драйв, поставив его себе на службу, что этот драйв вас мотивирует, но вы можете его контролировать, тем ваши возможности выше. Да, то есть, если человек не умеет контролировать свое сексуальное желание, вот, то мы о нем обычно невысокого мнения согласны. И чем лучше человек умеет контролировать сексуальное желание, тем обычно, как бы, да, то есть, мы к нему относимся, говорим, как бы, как и более духовные личности, или, по крайней мере, что у человека есть какие-то наработки. Если человек не умеет контролировать гнев, желание подчинять, желание подчиняться, или жажду обладаний, или не обладает волей, то, опять же, то есть, мы не очень, там, о нем высокого мнения. То есть, чем более человек развит, тем обычно его контроль над базовыми драйвами лучше. А теперь, что такое контроль? Обычно под контролем понимают, как бы, что-то более простое, чем управление, под контролем обычно понимают, что, как бы, ну, вот вещь есть, но вы можете дать ей возникнуть, или не возникнуть, или определить, с какой интенсивностью она возникает. То есть, допустим, что такое, например, контроль, значит, инстинкта самосохранения, что вы не определяете его форму, но вы можете, там, вот он, дать ему проявляться сильнее, или слабее, да, или гнев. То есть, вы можете дать ему проявляться, не проявляться, проявляться сильно, проявляться слабо. Управление же, значит, что вы можете выбирать, не только, как бы, давать или не давать проявляться тому, что есть, но, как бы, например, включить пожелание, или изменить саму форму проявления, да, или изменить, как бы, там, сами условия, да, то есть управление уже говорит о выборе. Понятно, да? Так вот, люди в большинстве своем как-то способны на контроль. Ну, вообще, любой культурный человек как-то себя контролирует. Чем человек лучше себя контролирует, тем обычно культурно он стоит выше. Много ли вы знали людей, которые были способны не просто на контроль, вот, эмоций, но и, то есть, на управление ими, в частности, управлением базовыми драйвами. Управлением, как бы, базовыми командами организма. Контролируемая глупость, контролируемая жадность, контролируемое желание власти. То есть, знали ли вы вообще людей, которым был доступен не просто контроль, но управление? Да ладно, ну, то есть, там, то есть, у нас в социуме немало развитых индивидуумов. То есть, немало людей, допустим, почти все там хорошие актеры умеют управлять эмоциями, например, создавать эмоцию в нужный момент, делать так, чтобы эта эмоция возникла. Там, значит, на уровне таком, ну, базовом, любой человек, который, там, сказать, пришел к вам, расплакался и сказал, без тебя я никак, там, только ты, там, ваша последняя надежда, но расплакался вовремя, да, и, скупая слеза, там, мужская слеза, побежала у него по небритой щеке, уже, как бы, занимается каким-то управлением. То есть, как минимум собой, то есть, в надежде управлять вами. Согласны? То есть, любая женщина знает, что, чтобы очаровать, как бы, мужчину качественно, то есть, там, скажем, или включить в нем сексуальное желание, нужно в себе включить немножко возбуждение. Если в себе немножко возбуждение не включить, а просто имитировать, то будет получать скорям. Женщины, подтвердите. Любой мужчина, который знает, что надо проявить внимание, там, нададить на подчиненных, что надо иногда в себе включить какой-то гнев, которого могло, вот, так сказать, не быть, управлять его формой, что вы можете включать, там, скажем, какую-то эмоцию и, значит, выключать ее, там, в нужный момент. Да, то есть, значит, в общем, но это такое управление поверхностными вещами. На более высоком уровне, собственно, то, к чему люди хотят прийти уже только, обычно до этого доходят мистики, значит, или там продвинутые практикующие, это управление самими базовыми драйвами, как некоторыми силами и тем, что за ними стоит. И тогда, то есть, тот, кто достигает этого управления, уже делает шаг за некоторые пределы человеческого. То есть, допустим, такой человек может управлять самим инстинктом самосохранения, самим инстинктом, вот, себя хранить, который связан с определенным страхом смерти. То есть, скажем, эта сила становится над вами менее властной, но не в смысле, что вы можете ее выключить, не позволять влиять на ваше сознание, что вы еще нужными способами можете ее включить, да, и поставить себя на службу. То есть, что само качество принципа наслаждения, да, то есть, вот, вы можете поставить себя на службу. Значит, смотрите, я сейчас поговорю о некоторой философии, но, опять же, здесь все свои, поэтому, может быть, вам будет интересно. То есть, я все-таки говорю о следующих уровнях, следующих уровнях свободы. Действия человека на каком-то уровне всегда обусловлены. То есть, у ваших действий всегда обычно есть причины. И обычно эти причины – это всего лишь там развитие инстинктов, какие-то культурные программы, то есть, развитие каких-то автоматизмов. Ничего плохого в этом нет, без этого оно не работает. Если бы таких команд не было, мы бы никто не доживали до сложного развития, да. Всем хочется жить, и ваши действия направлены на то, чтобы выживать. Да, даже если выживанию вроде бы ничего не графит. Значит, и поэтому, скажем, все ваши действия, смысл всех ваших действий, он оценивается через некоторую сохранность вашего будущего «я». А вот если связь со своим будущим «я» ослабить или изменить, то обычно у человека рассыпается вообще вся картина привычного сознания. Или все ваши действия, они направлены на получение удовольствия и избегание неприятного. И человек, который смог у себя выключить получение удовольствия и избегание неприятного, это, собственно, один из уровней высокой буддистской реализации. Когда человек способен действовать и выбирать какое-то действие не потому, что оно приятно, или отказываться от него не потому, что оно неприятно. Неважно, на каком уровне ценностей, высших идеалов, а он действует на каких-то других основаниях. С точки зрения обычного сознания это невозможно. Человек всегда стремится к тому, что как-то приятно, и избегает того, что неприятно. Это то, что называется привязанность. Но если вы как бы выходите за пределы принципа удовольствия, и от этого не ломаетесь, вы получаете какие-то другие возможности. Это понятно? В любом человеке заложено желание чем-то обладать. Обладать, проявлять свою волю, распространять себя, проявлять себя как бы через экспансию, то есть наращивать не только могущество, но и власть. И обычно как бы действия так или иначе направлены на увеличение, я могу через то, чем я владею. И если выключить вот этот драйв, например, то опять же человек перестает функционировать. Так вот, тот, кто касается вот этих первосил, он начинает получать у себя возможности и видения, которые лежат за пределами простых человеческих мотиваций. И, то есть, поскольку они лежат за пределами простых человеческих мотиваций, то тот, кто их касается, от этого не разваливается и может в себя что-то включать, он становится другим. В нем проявляются некоторые действия, но на совершенно других основаниях. Если человеку попытаться такую штуку сделать слишком рано, включить вот это иное, пока не сформированное для этого все, то обычно человек зависает, и его система мотивации рассыпается. Это не слишком полезно. Но многие из вас постепенно, ну, в процессе развития, я вижу, дорастают до интересного. И, собственно, сейчас я как бы вот дописал свою вторую книгу, и моя книга, именно вторая, она посвящена тому, как переходить за вот этот антропный рубеж, становиться чем-то больше. Еще раз. Вообще, я считаю из моего опыта, что нельзя даже просто стать хорошим, интересным и развитым человеком, если не стремиться быть, не знаю, идеальным человеком или, там, архатом. И нельзя стать хорошим магом, если не стремиться быть божеством. То есть мы всегда должны стремиться вот к чему-то большему, в этом смысле, чтобы получить хоть чего-то. Ну, по крайней мере, такой мой опыт. Так вот, именно книга посвящена некоторым ограничениям конфигурации приличного человеческого сознания и каким-то вещам, которые являются вот этими прошивками. То есть у человеческого сознания есть то, что мы будем говорить, результат обучения, постпрограммирование. И постпрограммирование – это, то есть, все то, что на человека, то есть все то, что вы скачали, говоря компьютерным языком, то есть на ваш компьютер уже потом. Есть некая итерационная система, которая, значит, на нем изначально стояла. И возможно, что все то, что вы скачали, оно все равно должно быть с ней изначально совместим. Чтобы поменять саму операционную систему, ну, с компьютерами проще, с человеком надо приложить усилия. Так вот, человек может развиваться на уровне постпрограммирования, а может себя менять на уровне предпрограммирования каких-то структур, заложенных на уровне монады. Так и с помощью работы чакр разворачивать структуру, как бы распаковывать какие-то пакеты, которые, то есть, вот, находятся на этом же уровне предпрограммирования. То есть будем говорить так, что некоторый чертеж будущей эволюции человека вот на уровне предпрограммирования в нем заложен. Просто чертеж еще не значит, что по этому чертежу вы построили что-то. И, собственно, вот работа с божествами чакр, она интересна тем, что здесь можно включать вот эти новые качества, выходить за привычные грани, и как бы чувствовать себя именно чистым духом, у которого другие мотивации. Когда же вы становитесь чистым духом, у которого иные мотивации, если вы делаете это аккуратно, чтобы не разрушить социальную адекватность, то вы выходите из-под предела привычных автоматизмов. То есть система должна с вами договариваться. То есть в норме система всегда может вас там, ну, куда-нибудь запихнуть, предложив вам там, ну, чего там, деньги, власть там женщин или мужчин. То есть вам предлагают ситуации, наслаждение, обладание, выживание. Вот. А если у вас есть что-то за этими пределами, то просто так. Вас нельзя направить как бы простой комбинацией факторов вот этого же, вот этого вызывающих. Вы хотите, например, чего-то еще. Да, не помню, это у Стругацких, ни у кого был этот термин «желающие странного». И тогда как бы вот вас просто так в целый ряд ситуаций не запихнешь. У вас начинают проявляться новые эмоции. И как бы система начинает с вами разговаривать иначе. Вот я хочу как бы, то есть именно через какое-то время запустить, собственно, мы все время это делаем, просто более целенаправленно запустить, как бы ряд, возможно, курсов, и мы непосредственно поработаем с вот этими глубинными ограничениями сознания и выходами за них. Теперь, вот, собственно, почему магия? Почему же просто человек не может вот просто сесть, чай, медитировать, тыкаться во все эти зоны, их в себе там познать, развернуть, и там, познав и развернув их, там, значит, вот полностью освободиться и стать чем-то другим. Почему магия? Почему магия, а не просто медитация, медитация, медитация? Medитата, медитация, 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 Где? 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 Тут все очень просто. То есть, если просто это все понимать на уровне знания и тыкаться самому в себя, то обычно это к серьезным результатам не приводит. К серьезным результатам приводит, когда вы взаимодействуете с какими-то силами, этими качествами обладающие. Проблема в том, что хотя все эти силы потенциально заложены в вас, но извлечь их вот просто так из себя, без больших каких-то кармических заслуг, обычно не представляется возможным. То есть, точно так же, как какое-то количество знаний, нельзя выучить самому. Трудно стать хорошим мастером единоборства по самоучителю. Я не знаю никому, кто просто по самоучителю научился выиграть на скрипке. То есть, предельные уровни сознания, они не проще. Нужно общаться с кем-то этими качествами обладающими. И хотя бы кто-нибудь скажет, но как же в индийских традициях человек уселся, медитирует и все в себе раскрыл. Но когда вы почитаете все индийские традиции, то это гуру-йога. Вы обращаетесь к гуру, вы обращаетесь к покровителям традиции, обращаетесь к определенным силам. Когда это тибетская традиция, вроде бы буддизм, чистота сознания и все такое, выход за пределы. И вы все равно, то есть там весь тибетский буддизм, это обращение к божествам, к покровителям, работа с едамами. И как бы там какое-то количество вызывательной магии, то есть оно там становится совершенно запредельным. Вот, значит, и в каббалистических практиках вы так или иначе работаете с ангельскими мирами. То есть там многие каббалисты стремились как бы там приливиться к душе своего учителя. У них был такой термин или какого-то правила. Поэтому как бы на деле вся такая работа, которая приносит результаты, она будет проходить вполне себе волшебно. То есть она не будет проходить через только самоанализ. Самоанализ тут важен, потому что он выстраивает личность, наблюдение на себя важно. Ну, она обычно всегда проходит через контакт с какими-то силами. То есть вот мы с вами делали, допустим, недавно ритуал, на Вальпурге его ночью, выходили, контактировали с некоторыми силами гильдии. И это дает силу и вдохновение. И как бы, то есть то, что я вам описал, я описал вам, значит, путь со стороны знания. Что надо узнать, куда надо стремиться, каким сознанием должно быть. Но есть, кроме того, что надо сделать, как надо сделать. Собственно, путь магии и предлагает постоянную коммуникацию, общение с миром, настроенную на тех, кто этими качествами обладает, чтобы через взаимодействие с ними эти качества в вас проявлялись максимально эффективно. И, собственно, именно так, потому что сейчас у нас в школе так много направлений, нацеленных на взаимодействие с силами. Это теоретия, где вы общаетесь все время с чем-то более сложным, чем вы. Это вот некоторые практики работы с не я. И, как бы, целый ряд практик, которые я планирую дать немало в этом году. То есть это практики активации в себе уже более развитых зон, как бы своих максимально развитых зон и соединения их в нечто целое. Значит, и различные практики общения с силами, то есть различные вызывательные практики, все больше работы с миром каких-то дружественных нам духов, в результате которых у нас вот эти все качества и начинают развиваться. То есть, например, вот если мы сейчас возьмем курс по отношениям, у нас там есть еще одно занятие, но я думаю, посвятить, если мы его продлим, еще несколько занятий, то есть конкретным наработкам. Ну, например, человек может анализировать свое отношение с какими-то группами людей. Может изучать энергетику, может осознавать. И это осознание необходимо. Проблема, что иногда только осознанием путь оказывается достаточно сложным. А может, как бы не просто осознавать, а попытаться войти в контакт с некоторыми силами, ну, например, с перседифицированными, там, не знаю, богами любви и брака, которые содержат в себе наборы качеств необходимые. И постараться через осознание и контакт эти качества закрепить в энергетике и развернуть в действие. Такая работа намного эффективнее. Она намного эффективнее, чем попытка просто обратиться к каким-то силам, значит, и попросить у них каких-то качеств, потому что силы, они, ну, не обязательно, что любят любителей халявы. То есть с какой стати силы должны делиться качествами с кем-то, кто не эволюционирует, таким образом не служит им и мир. Поэтому, то есть если путь, скажем, философски-психологически направлен только на осознание, если путь именно вульгарно-жречески иногда направлен, то есть на то, что мы только просим каких-то качеств, но при этом не стараемся самими быть сотворцами процесса и соучастниками, то в магии мы всегда идем путем баланса, в котором мы являемся активными участниками процесса, то есть никогда не пассивными. Да, то есть поэтому мы с одной стороны наблюдаем, вот, принимаем волевые решения, но с другой стороны мы не пытаемся все извлечь только из себя или только через ментальную работу, но входим в контакт с какими-то реальными силами, вот, которые эти качества могут давать. Собственно, вот, школа существует достаточно давно, то есть я думаю, что в этом году примерно у нас практически 10 лет, плюс-минус. И, то есть можно переходить к некоторым более глубоким практикам, то есть, собственно, что мы постепенно и делаем, иногда об этом не объявляем. Но я сейчас вот начал описывать людям то, куда мы должны прийти, и я описываю сейчас целый ряд практик, которые мы делаем, будь то, работа с чакрами, работа с отношениями, не только через уровень полезных вещей, которые они прямо здесь и сейчас дают, но и через уровень конечных целей, то есть некоторого видения, куда мы хотим прийти в ближайшее время. С точки зрения того, куда мы хотим прийти, то есть оно, понимание этого достаточно интересно, потому что каждый человек, он развит неравномерно, и в каждом человеке существует текущий уровень развития, существуют уровни, относящиеся к его предыдущим стадиям, то, что мы можем говорить о довизии, да, то есть кармические там какие-нибудь там грузы, и в человеке могут присутствовать наработки будущего уровня, то есть, ну как в ребенке каком-нибудь, да, то есть могут присутствовать там какие-то наработки будущего уровня. Так он еще во всем ребенок, но, например, там математику, значит, уже там знает там на уровне 10 класса. Кто-нибудь из присутствующих был вундеркингом и будучи еще ребенком, делал что-то на уровне взрослых. Все скромные, кто не был вундеркингом, понятно. Курил, да. Кстати, с точки зрения вот этого детского развития, что интересно, обратите внимание, когда говорят о вундеркингах, это почти всегда человек, который интеллектуально или по какой-то способности опережает свое развитие, но эмоционально остается ребенком. Но бывают вот с детьми такие обратно, такие довольно-таки жутковатые типы детей, которые в очень раннем возрасте, а не взрослые, то есть они, может быть, интеллектуально еще дети, но эмоционально они уже там все правильно понимают. У них есть правильное понимание того, что происходит в мире. Таких встречали те, кто там был эмоционально взрослые, там достаточно в 10 лет. Но интеллектуально еще не обязательно очень развиты. Надо сказать, что с современными детьми это вообще забавно, то есть, ну, я помню, вот, в основном женского ролла. Женского ролла, да, они такие. Не обязательно юные старички. Вот, то есть, как и многие из присутствующих, да, то есть, вот, я родился в прошлом тысячелетии. В прошлом тысячелетии, то есть, значит, да, то есть, причем можно сказать, что, то есть, это почти как бы такая легенда об Атлантиде. Мы можем сказать, что родились в прошлом тысячелетии в большой империи, которая потом упала, да, то есть, вот, значит, со всеми достижениями. Так вот, значит, и тогда, то есть, вот, там, этих детей в империи зла, то есть, качественно готовили, могли, там, дать, там, 20 копеек, и самих, и сами, там, ходили в будущую, там, уже лет 7 или 6. В то время, как, там, современных детей многих, там, вообще, там, до 12 лет особенно никуда не отпускают. То есть, они как-то, там, развиты с точки зрения, что могут что-то там хакать в интернете. Но с точки зрения какой-то ответственности за свою жизнь, вот, значит, я сегодня наблюдаю, что очень многие, там, сказать, дети взрослеют позже. Вот. Ну, как положено, да, то есть, вот, там, вот, вообще, все там, это, древние суставы, не положено как-то приезжать, что там, вот, в древности, в золотом веке все были лучшие развиты, не то, что нынешние поколения. Так вот, в каждом человеке существует какое-то количество качеств, которые опережают его текущий уровень развития, которые тянут назад. Вот, можно вот этих качеств и всех точек, которые опережают текущий уровень развития, их, как бы, цеплять друг за друга и соединять из них некоторое осознание. И такое осознание становится помощником, становится некоторым проводником, становится некоторым ведущим, не то, чтобы оно становится высшим ям, но оно становится некоторым представительством будущего, которое может для вас становиться вашим. советчиком, то есть, не порода, вот такой союзник, вот, высокочастотный, который позволяет вам все время двигаться в ту сторону, чтобы становиться им. Вот, например, то есть, я думаю, что через какое-то время, то есть, вот, я хочу попробовать работу с такими структурами. Но, понятно, вся эта работа, то есть, там, вот, потому что она, так сказать, озвучена, как что-то духовное, и, собственно, духовное не бывает, будет производиться через контакты с силами, реальные практики, которые будут позволять нам вступать в контакт с существами, силами, делегативными обладающими, чтобы быстрее развить это усиление. Ну, а пока, то есть, мы будем к этому подходить, вот, с одной стороны, что я запускаю курс по четвергам, где просто в этот раз хочу посмотреть на некоторые аспекты, с которыми мы не работали раньше, с точки зрения с контактами, с системными командами. Ну, и вот, надо запустить какое-то количество, вот, я размышляю курсов, вот, где можно будет поработать с граничными уровнями сознания, то есть, еще просто не решил, как к этому подойти. Одна у меня идея была дать возможность понастраиваться на максимум сознания разных магов, которые жили когда-то, чтобы через это повыходить на магические игрокеры, постыковаться с их качествами и в себе их поразворачивать. Вот, и, собственно, сама по себе такая работа интересна, поскольку всех вот этих магов прошлого интересно изучать в рамках традиции, с которыми они работают. То есть, я думаю, нам предстоит какое-то знакомство с традицией. Но, опять же, то есть, целый ряд практик, то есть, и практики работы с чакрами, и практики, то есть, любые, то есть, в магии должны закрепляться через практики реального воздействия на себя и мир. Потому что большинство вещей, которые сознание делает просто из серии «я сейчас так вот глубоко познаю себя и развиваюсь», это тяжело закреплять. Сознание редко считает это полезным. Поэтому, что, возможно, мы в ближайшее время поделаем некоторые, опять же, практики по использованию продуктов заклинаний и по непрямым методам воздействия. Но это уже совсем другая история. Также, в общем, следите за форумом, если кому-то интересно, я понемножку буду выкладывать главных новых книг. И, надеюсь, я чуть-чуть обрисовал то, куда мы идем, и какие-то вещи, которыми мы, возможно, будем в школе в ближайшее время заниматься. Есть ли ко мне какие-то вопросы по сегодняшним беседам? Спасибо. 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 Нет, ну, не в том, что радикально, то есть некоторые просто, то есть в школе постоянно появляется какое-то количество новых людей, вот, а есть некоторые вещи, которые должен знать каждый ученик нашей школы, то есть это иметь необходимые минимумы. С другой стороны, то есть какие-то техники мы углубляем, я просто немножко подробнее распишу программу, и как бы, то есть будет больше настройка на первосилы, которые стоят за центром, ну, как часть. Вместо силы, конечно, можно использовать вместо божеств, чтобы разогнаться, особенно если это энергия, вместо силы годится. Что бы вас еще порадовало? Еще есть, так сказать, там силы не устали все? Есть ли у вас вообще из того, что я озвучил, какие-то вопросы, которые... Которые, как бы, еще глинизаторы. Давайте я немножко вам продемонстрирую, что такое некоторые ограничения человеческого сознания. Просто когда я говорю, что человеческое сознание имеет свои ограничения, то это часто не понимают. Ну, вот, значит, прикройте глаза, мы с вами сыграем в некоторую группу. Представьте себе упражнение, а не мое, упражнение хороших людей, там, школа Олега Бахтиярова, но, то есть, с которым я дружу. Ну, как бы, то есть мы его иначе используем. Просто показатель. Значит, представьте себе абсолютно некоторую, по возможности, абсолютно в темноту. И в этой темноте есть некая абсолютно черная поверхность. Плоская черная поверхность. И в этой поверхности есть некоторое черное отверстие. То есть в поверхности есть отверстие. Поверхность тоже в темноте. Представили? Теперь скажите мне. В темноте писать неудобно, конечно, да. Вот, края, вот, дырки в поверхности. Сама поверхность и цвет темноты, в которой они все находятся. Правда, это у вас были три разных черных цвета. То есть края обычно или более блестящие, или более матовые. Практически у всех это были разные оттенки черного. Вот, теперь смотрите. Попробуйте сейчас представить себе черную поверхность. в ней должна быть черная дыра посреди темноты. И края поверхности не должны никак отличаться от краев, то есть по цвету, от того места, где дыра. То есть дыра в темноте, как жизнь, не должна отличаться никак в сознании от именно цвета самой поверхности. А цвет поверхности не должен отличаться от темноты. При этом попробуйте не обманывать себя и не добавлять тактильные ощущения, да, что вы, как бы, можете, вы, скорее всего, это сделаете, но при этом вызовите у себя некоторое ощущение тактильной формы предмета. Попробуйте это. Это уже не так просто, не гарантирую, что получится. Вот, и попробуйте сделать так, чтобы получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, это не очень просто. Скорее всего, что чтобы в 100% не было ни разницы в оттенках, ни подмены, ни маркирования чего-то как более блестящее, ни появления у этих краев ощущения твердости, обрыва или мягкости, скорее всего, у вас могло и не получиться сразу. Но пробуйте это сделать, посмотрите, что происходит с аджночатрой. Ну, и какие у вас ощущения? Спасибо. Спасибо. Вот вы можете эту дыру почувствовать за счет того, что она в вашем сознании. Но вы можете попробовать, если уберете все сенсорные привычные варианты, вы будете ее чувствовать. Но это будет не совсем зрение, не совсем осязание. Это будет нечто. При этом это будет и не совсем смысловое знание, а некое восприятие другого типа. Чувствуете, да, что возникает некоторый сдвиг? Ну, то есть возникает как бы некоторое изменение. Это эфирным телом пощупать это всего лишь переложение на тактильные ощущения. Теперь смотрите. Вот в этой темноте... Сейчас сделаем. Это вообще сложно, это так чуть-чуть. В этой темноте представьте себе два черных шара. Сделайте так, чтобы эти черные шары не отличались по цвету друг от друга и от темноты. Сделайте так, чтобы один вращался в одну сторону, а другой в другую, но чтобы от вращения темнота не менялась. У шаров есть границы, но эти границы нельзя проследить в визуальной тактильной. Шары вращаются один в одну сторону, другой в другую, но для вращения не создавайте чувство микронаводок в мышцах. Шары не отличаются по цвету ни друг от друга, ни от темноты вокруг. Но тем не менее вы знаете, в какую сторону каждый вращается. Попробуйте это сделать. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Что-то получается? Это не очень просто. То есть, видите, сама система человеческих различий, она даже на таких не сверхсложных упражнениях, хотя они не относятся к базовым, они вообще-то считаются сложными в ряде систем. Те люди, с которыми я дружу, которые их разрабатывают, они вообще отдаются на последних курсах. Но почувствую, что у вас сейчас в аджне возникает некоторая особая вибрация, объем от попытки, то есть аджна работает с визуальными образами, от попытки выйти за приличные человеческие визуальные образы. Да, но это знание, какое оно? Вот есть некоторая сейчас активация важная? Вот сейчас настроитесь на вот эту точку важня. Настройтесь на нее. И просто как-то настройтесь на меня. Вы глаза прикроете, то есть я изображение выключу, просто настройтесь на меня. Я попробую у всех, кто это упражнение поделал, вам немножко эту зону раскачать. Потому что, когда вы не даете восприятию пойти по привычным каналам, включаются непривычные. Вот сосредоточьтесь на этой зоне. Я попробую вам ее разогнать. Вместе, сосредоточьтесь на ней, держите на ней чисто внимание, можете выполнять еще раз упражнение, если оно будет угасать. И на мне. Попробую немножко разогнать вам эту зону. Спасибо. 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 Видите塊. Спасибо. be upon you. me. Like your eyes. I like the� skin. Ее посмотреть на миг. Вот из нее ощупать восприятие в свою комнату себя, привычное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть, возможно, мы бы сумели увидеть мир немножечко необычным. Сама попытка сдвинуться за грант, сама попытка даже представить себе что-то за пределами привычного опыта, уже вызывает энергетические активации, раскачивая которые, можно получить интересное состояние и качество. Надеюсь, вам понравилось, что что-то ощутимо. Можете на протяжении недели пытаться делать такое веселое упражнение. Пытайтесь себе представить какие-то вещи, типа тессеракт, гиперсферу. Ловите активации, которые от этого возникают, и раскачивайте их. И смотрите на мир. Будет необычным. К чему это я все? Для пути развития есть два условия. Знать кто, то есть свои пределы, и стараться шагнуть за них. Сама попытка раздвинуть пределы уже вызывает изменения, которыми можно пользоваться. Поскольку сама попытка и желание раздвигать пределы тоже является частью команды миростания, о которых я говорил. Но в данном случае тех команд, которые играют совсем над нашей стороной. Ну, это так. Надеюсь, вам было интересно, что вы что-то услышали для себя новое. Или посмотрели на какие-то известные вещи с другой стороны. У кого будут отчеты по Вальпурге и Войночь, буду рад. Ну, объявления по курсу, да, то есть по отношениям, то есть по будущим вы слышали. И вот это прибудет с вами сила и радость. То есть и пусть эта неделя пройдет так, чтобы хоть какие-то пределы возможного для вас раздвинуть, и вы чувствовали, что можете больше, чем раньше. Всего волшебного и доброй ночи всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok